Меня зовут Жумамурат Кенесулла Шамше, я кандидат исторических наук. В настоящее время я журналист в журнале «Мадинет», проживаю в городе Нур-Султан. И в настоящее время то, что происходит в нашей стране, 17 октября 2019 года в городе Валмате произошло. Наши соотечественники в национальности казахи с Китайской народной республики через государственные границы пересекли. В течение пяти суток они шли пешком, добрались до Зайсана и оттуда на машине добрались в Алматы. И Кастер Мусаханулла и Мрагир Альмулла, они приехали в город Алматы, и там в пресс-конференцию их организовали общественное объединение название «Под Атажурт». И они по всему миру начали информацию ввести для того, чтобы защитить этих двух ребят. Благодарим общественное объединение «Атажурт», благодаря им общественность узнали об этом случае. И в результате их забрали в тюрьму времени содержания в городе Зайсан. Их имена Кастер Мусаханулла и Мурагир Альмулла. И они находились на территории Китайской Народной Республики, концлагеря, можно сказать. Их в настоящее время, раньше их Китайские Народные Республики не признавали. И действительно такие лагеря существуют на территории Китайской Народной Республики. И сейчас, в настоящее время, даже Организация Объединенной Нации узнали об этом. Все массовые СМИ узнали обо всем, что происходит на территории Китайской Народной Республики. Поэтому им пришлось вынуждение спасти свою жизнь и перебрались на территорию Казахстана для того, чтобы спасти свою жизнь. Если наше государство их не спасет, если обратно вернет к ним, их ждет смерть по закону Китайской Народной Республики. Поэтому мы сейчас призываем Организацию Объединенной Нации, все права мирового сообщества, свободу слова всего мира, CNN, BBC, New York Times, Washington Post, все эти газеты сообщили о том, что происходит в нашем государстве. И мы, если не спасем этих двух ребят, своих соотечественников, они по национальности казахи, вынуждены были прибраться на территорию Казахстана, чтобы спасти свою жизнь. И поэтому в настоящее время происходит во всех отношениях, во всех сферах жизни на территории Казахстана наши соотечественники то, что на территории Китайской Народной Республики, происходящее, возвращающее даже, можно сказать, геноцидом малонародности киргизов, казахов, узбеков, все разрушают все мечети на территории Китайской Народной Республики, особенно в Шинджане, и с утра до вечера их принуждают пытки всякие. Это, я не знаю, в настоящее время то, что происходит в Китае, чего они хотят на самом деле, одному Богу известно. Поэтому я хочу сказать, что если вот такое отношение, а остальных сферах по новостям сообщают, что мы дружные соседями в Китае, Казахстаном дипломатические отношения, в хороших отношениях, вот так говорят, а на самом деле происходит вот такое. И кому верит мир населения, кому вот сообщество, кому веришь, непонятно то, что происходят вот эти такие тенденции, непонятные отношения, когда если мы своих же соотечественников, своих же казахов, просто они виноваты то, что родились, выросли в Китайской Народной Республике, что ли? Такое не бывает, поэтому мы должны им, чем сможем, должны помогать, протянуть руку своих соотечественников, своих казахов. Если не мы будем защищать их, кто будет защищать? Поэтому, уважаемые соотечественники, уважаемые казахи, которые проживающие на всех земном шаре, мы должны объединяться, мы должны спасти своих ребят, чтобы защищать их. И больше мы требуем, просим, умоляем, чтобы их жизнь спасти разными путями, в газете, в журнале, все массовые, вот эти, по телевидению, СМИ во всех сферах жизни должны мы защитить, оказать влияние этим двух ребят. Спасибо за внимание. Продолжение следует...